Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать брынзу из 30 литров молока. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Это кальцихлор, это фермент, он растительного происхождения, не имеет ни запаха, ни вкуса. Это закваска, мацони обычно мы используем, и соль. Сегодня мы используем морскую соль. Наша сыроварка оснащена водяной рубашкой, и за счет воды мы подогреваем наше молоко. Температура помещения, при которой мы готовим нашу брынзу, должна варьироваться между 25 и 30 градусов. Пока мы ждем нужную нам температуру, мы можем подготовить необходимый нам ингредиент. Для этого мы взяли молоко. При производстве брынзы нам необходимо, чтобы кислотность нашего молока была высокая. Для этого мы можем спокойно добавлять мацони. Ложки 3, большие столовые, будет достаточно. Обязательно растворяем наше мацони в молоке, чтобы оно равномерно распределилось по всему объему молока. Далее у нас кальций. Кальций у нас порошкообразный, поэтому нам его нужно предварительно растворить в воде, то есть один к одному. Я взяла 150 грамм кальция и 150 грамм воды. Растворила их вместе. Теперь у меня раствор готов. Но для добавления его в молоко, мне нужно еще предварительно его растворить в 150-200 грамм воды. На 30 литров молока нам понадобится 60 грамм растворенного кальция. Можем взять обычный стаканчик и налить туда 60 грамм кальция. Далее мы растворяем его в 200 грамм воды. Мы нагрели наше молоко до 85 градусов. Теперь мы оставляем его на 15-20 минут при этой температуре. После чего мы должны его резко охладить до 44 градусов и добавить все необходимое. То есть это кальций, закваска и фермент. По истечению 20 минут я сливаю нашу горячую воду и также за счет водяной рубашки я охлаждаю наше молоко до 44 градусов. Резкое охлаждение у нас происходит также за счет холодной воды. Далее мы будем добавлять все необходимые ингредиенты. Для этого я беру наш фермент. На 30 литров молока нам достаточно будет 1 грамма фермента. Любой фермент, который мы добавляем, мы должны обязательно растворять в воде. Будь это жидкий, будь это порошкообразный. На 200-250 грамм воды растворяем наш фермент. Первым делом мы добавляем сюда мацони. При этом помешивая, чтобы оно равномерно распределилось по всему объему молока. Далее будем добавлять кальций. Также медленно вношу кальций. При этом помешиваем. И последним этапом мы добавляем наш фермент. Хорошо перемешиваем. Затем останавливаем наше молоко, чтобы фермент не успел резко сработать. После того, как мы добавили все наши ингредиенты, мы оставляем наше молоко в покое на час. Прошел час, и мы будем проверять наш сгусток. Для этого мы берем нож и делаем небольшой надрез. И под надрез мы пропускаем нож. Мы видим то, что он легко отходит от стенок и ломается тоже в кругу. Далее мы нарезаем. Брынгу мы нарезаем большими кусочками, потому что этот сыр у нас очень нежный, мягкий и относится к мягким видам сыра. Сейчас мы помешаем 2 минуты. Затем оставим его на минут 10-15. Затем снова мешаем. Далее я подготовила форму, необходимую для выгрузки нашего сгустка. Основным преимуществом брынзы является выход. К примеру, из 30 литров молока мы получим 7-7,5 кг сыра. Кусочки нашего сгустка становятся более закругленными и слегка плотными. Уже мы можем помещать наш сгусток в форму. Аккуратненько мы берем наш сгусток и вот таким вот образом помещаем его в форму, где уже у нас есть марля. Главное не ломать сгусток, а аккуратненько его сюда помещать. Мы это делаем для того, чтобы сформировать форму нашей брынзы и максимально убрать сыворотку. Мы переместили наш сырный сгусток в форму. Сейчас мы будем аккуратненько, не спеша, как ребенка его пеленать в марле. Затем у нас есть специальная формочка. Ориентировочно она килограмма 2-2,5 кг. Она нам послужит в качестве груза. Просто сверху ее опускаем. Мы оставили наш сыр и видим, что уже сыворотка отходит меньше. Поэтому мы можем убрать наш этот груз. Мы ее завязываем. Также кладем сверху наш груз и добавляем еще 5 кг такого груза. И оставляем так на минут 10-15, пока сыворотка будет вытекать с нее. Сейчас мы переложили наш сыр в маленькую форму для придания презентабельной формы сыру. Кладем сверху груз и оставляем на 2-2,5 часа. Под грузом. Также мы перенесли наш сыр в помещение с оптимальной температурой, для того, чтобы наш сыр созрел быстрее. Как я упоминала ранее, для брынзы необходимая температура – это вышекомнатная. Она варьируется от 30 до 35 градусов. Для того, чтобы узнать точную кислотность нашего сыра, мы проведем титрование. Для этого я подготовила прибор для титрования. Нам понадобится натриолаж 0,1 мольный и фенолфталиин. Он нам необходим для цвета. Сейчас мы берем 10 г нашей сыворотки. Мы добавляем в раствор 2-3 капли фенолфталиина. Аккуратненько, легким движением руки. И мы титруем. Мы протитровали нашу сыворотку и поняли, что по тернеру у нас получается 90 градусов. А необходимая температура по тернеру – 140-150 градусов. Поэтому еще ждем. Или же, если у вас нет прибора для титрования, вы можете просто подождать 2-2,5 часа. Наш сыр уже созрел. Прежде чем разрезать сыр, мы должны подготовить солевые растворы. Первый солевой раствор, в который мы сегодня опустим наш сыр.